Как говаривал прокурор СССР 37 года, Андрей Януарьевич Вишинский, был бы человек, статья найдется. Торжество идиотизма, изрядно смахивающего на террор, бодро шагает по стране. И каждый новый день приносит свежие, подтверждающие основной диагноз симптомы. Здравствуйте, я Мария Лондон, и это «Картина маслом». Лента новостей из Госдумы, как хроника будней психиатрической больницы. Без слез не взглянешь. Но всем гражданам России стоит на всякий пожарный сушить сухари и держать под рукой пакет с теплыми вещами, ибо СИЗО у нас малокомфортабельный. О безумных законах, нарушающих все конституционные права россиян, за последнее время стараниями депутатов стало слишком много. Скандалы, интриги, расследования, аресты. Жизнь в России все веселее. Власть играет без правил. За шумихой, извините, с трусами Навального как-то совсем бочком проскочила другая, реально шокирующая, если у нас еще можно чем-то шокировать новость. В Калининграде суд определил в колонию семейную пару из-за свадебных фотографий с приятелем из ФСБ. Молодоженов обвинили в госизмене за раскрытие личности сотрудника спецслужбы. И неважно, что рассекреченный капитан ФСБ, изрядно выпив, забыл о конспирации, хвастался местом работы и фотографировался с кем ни попадя. Итог печальный. Антонине Зиминой дали 13 лет общего режима, а ее супругу Константину Антонцу 12,5 лет в колонии строгого режима. То есть еще недавно мы были в шоке от срока за пластиковый стаканчик, брошенный в полицейского, а нынче можно надолго сесть за выложенную в сеть фотографию. Теперь силовики могут вломиться к вам ночью, выбив дверь ногами, отобрать у вашего ребенка телефон, как это случилось с дочерью Любови Соболь, арестовать за якобы клевету в интернете, посадить за сообщение о сексуальном насилии, оштрафовать на огромные деньги, если вы вдруг оказались поблизости от одинокого пикетчика или стояли в подозрительной очереди. Зато проводить расследование на какие собственно средства силовик или судья или следователь прикупили замок с домиком для уточек в какой-нибудь водоохранной зоне, теперь нельзя. Депутаты напоследок судорожно в экстренном режиме принимают необходимые для защиты зарвавшиеся власти законы, при этом полностью забив на первоочередные права граждан Российской Федерации. Право на труд, образование, медицинскую помощь, фактически нынешний состав Государственной Думы обнулил не только президента, но и Конституцию. А тем временем все телевизоры страны рассказывают о прорывах, точках роста и массовой поддержке населения. В СМИ заполнены государственной джинсой. Почему так происходит и сколько это стоит, узнаем на примере Новосибирской области. Жительница Новосибирска Юлия Дрокова провела исследование местного медиарынка и затрат новосибирского бюджета на заказные материалы в СМИ. За 2020 год чиновники потратили почти 600 миллионов рублей на формирование своего положительного образа. Юлия озвучила четырех крупнейших госзаказчиков скрытой рекламы в новосибирских медиа, а также рассказала, какие СМИ получили больше всего бюджетных средств. Эти четыре заказчика – это Департамент информационной политики мэрии, Горсовет мэрии, Управление информационных проектов, Областную администрацию и ЗАГСобрание. Областное. И в эту же сумму входит содержание самого Департамента информационной политики мэрии и содержание Управления информационных проектов обл. администрации. Без малого 200 приходится на ОТС. Это крупнейший деньгополучательный. И вообще телевидение самое дорогое, разумеется. В производстве продукт больше деньги тратится на телевидение. Важно понимать, что речь идет именно о неявном пиаре чиновников. То есть заказные материалы публикуются без рекламной пометки. Таким образом, СМИ выдают заказной контент за редакционный. Распорядитель денежных средств на пиар мэрии – Департамент информационной политики. В 2020 году Департамент заключил контрактов почти на 49 миллионов рублей. Цели у данной структуры следующие. Обеспечение реализации прав жителей города Новосибирска на получение полной и достоверной информации о деятельности мэрии. И формирование через средства массовой информации объективного общественного мнения о деятельности мэра города Новосибирска. Закономерный вопрос, могут ли материалы, написанные исключительно в положительном ключе, формировать объективную картину. Я вообще не сторонник присутствия государственных денег в медиа. Я считаю, что это вредно с любой точки зрения. Это портит медиарынок. СМИ теряют способность конкурировать за читательский интерес. Тем, чем они должны по своей природе конкурировать. Ценной информацией какой-то. Интересоваться вообще, что думают обо всем этом читатели. Получается, что медиа конкурирует за бюджетные деньги. Сам госзаказчик, соответственно, у него атрофируется функция какой-то четкой, честной, искренней артикуляции своей позиции, диалога с обществом через медиаинструменты. Все гениальное просто. Без бюджетных миллионов и заказа скрытой рекламы можно подогревать интерес СМИ и к деятельности мэрии и правительства. При этом получая тот же положительный отклик. Чиновникам достаточно совершать соответствующие поступки. Но, вероятно, заказом скрытой рекламы занимаются все же не гении. Да и простых путей они не ищут. Депутаты горсовета предлагали изъять 50 миллионов, которые сейчас уходят на пропаганду в СМИ. И потратить их на первый этап строительства нового здания 54-й школы. Также поступить и с другими 45 миллионами, которые пригодятся горзеленхозу для благоустройства парков и скверов. Приведение в порядок зеленых насаждений. Якобы федеральный закон номер 8 ФЗ требует доступности и открытости информации о деятельности мэрии и совета. Но правда в том, что федеральный закон совершенно не требует размещать в СМИ хвалебные статьи за деньги. А вот с открытостью и доступностью у нашей мэрии действительно есть проблемы. Несмотря на закон, в официальных аккаунтах мэра в социальных сетях горожан массово блокируют за неудобные вопросы. Горожане считают, что ухоженные скверы, чистые тротуары и новые школы намного лучше расскажут о работе депутатов и мэрии, чем любые проплаченные статьи. 24 декабря мэр Анатолий Локоть отчитался перед журналистами о проделанной работе в уходящем году. Вопрос о заказных материалах он проигнорировал. Видимо, в грядущем году новосибирцы также обойдутся без школ и скверов, но вновь смогут насладиться положительными отзывами о работе мэрии. Итак, в каждом городе и регионе России нам врут за наши деньги, заодно избавляясь от тех средств массовой информации, которые рискуют говорить правду. Так что, если вы заботитесь о своем пищеварении, Боже, вас сохрани! Не смотрите до обеда российское телевидение и не читайте российских сайтов и газет. Впрочем, и после обеда не стоит рисковать. Это была картина «Маслом». Я с вами прощаюсь. Берегите себя и с наступающим! Редактор субтитров А.Семкин